8 лет назад в доме Дарьи Митрофановой появился первый кот-мейн-кун Кузя. Эта цифра не случайна, уверена хозяйка, она символизирует бесконечность. Именно настолько Дарья и полюбила своего домашнего тигра. Через 4 года у Кузи появился сосед. Еще один мейн-кун получил кличку «Малыш». Одной из самых важных составляющих успешного и здорового существования хвостатых – это правильное питание. Дарья методом проб и ошибок, а также используя консультации специалистов, долго искала подходящий корм для своих питомцев. Сейчас коты едят только специализированный корм, цены на которые заметно выросли. Девушка начала задумываться о том, чтобы перевести хвостатых членов семьи на натуральное питание. Хотелось бы, конечно, перевести на натуральные продукты, но посмотрим, как они будут себя вести. Будем подбирать и вареное, и сырое, хотя некоторые сырое мясо, например, не рекомендуют. Но если они будут есть, то я не против. Правильное сбалансированное питание поможет уберечь любимцев и от сезонных заболеваний, которых с наступлением весны довольно много. Рискуют и домашние животные. К самым распространенным относят блошиные дерматиты. Личинки блох и глистов человек приносит на подошве обуви с улицы. В этом случае спасут капли, небольшое количество которых необходимо наносить на охолку кота. При возникновении вирусных инфекций у кошек наблюдаются следующие симптомы. Первое – это повышение температуры, вялость, отказ от пищи. И дальше уже в зависимости от того, какая это инфекция, будут наблюдаться следующие признаки. Например, если это панликопения, кошек – это чумка кошачья, могут быть рвота, могут быть диарея. Температуру у кошек выдают горячие ушки, а вот влажность носа пушистого совсем не показатель. Это может быть признаком ринотрахиита. Самый верный способ защитить своего любимца – своевременная вакцинация, которую нужно делать раз в год. И даже если нет жалоб, стоит регулярно посещать ветеринара в профилактических целях. Мария Левина, Николай Епифанов, События.